Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Придорожная торговля Анапы меняет свой облик. Несанкционированная торговля и предоставление незаконных услуг отдыхающим на пляжах в центре внимания рейдовых муниципальных групп. Народный контроль проверит общественный транспорт в Анапе. На курорте появился свой Арбат на улице Стахановской. Сейчас обо всем подробнее. Придорожная торговля курорта постепенно меняет облик. Собственники и арендаторы магазинов и сельскохозяйственных рынков, расположенных вдоль въездных в Анапу-трасс, прислушались к высказанным городскими властями замечаниям и наводят на своих территориях порядок. Как осуществляется придорожная торговля в разгар курортного сезона, глава Анапы оценил лично в прошлый четверг. Сергей Сергеев проехал по основным транспортным магистралям, ведущим в Анапу, делая остановки у каждого павильона и сельхозрынка. В воскресенье наша съемочная группа отправилась тем же маршрутом. Этот магазин в районе Тарусина всегда буквально бросался в глаза автомобилистам, архитектурными формами, выставленными у самой обочины. Опасный рекламный ход, учитывая интенсивность движения на трассе. Вот это все, вот это, и вот это особенно, угрожает безопасности дорожного движения. И я тебе расскажу почему. Вот я еду, а еще хуже, оттуда. Вижу вот эту красоту, и что делаю? Начинаю на нее смотреть. Внимание отвлекаю. А тут ребенок идет, тут еще кто-то. Хозяин магазина Карен Мурадян услышал замечания Сергея Сергеева и освободил полосу отвода. И приступил к благоустройству прилегающей территории. Еще несколько дней назад фасад этого магазина было не разглядеть. Все перед ним было заставлено ящиками с фруктами и овощами. Требование освободить территорию выполнено. Хозяев мы застали в процессе замены выцвешей вывески на новую. И напротив магазина, где стоит закрытый сегодня павильон, картина изменилась. Строительный мусор убран, съезд выровнен щебенкой. Работа продолжается, заверили нас. За наведение порядка взялись собственники павильонов и палаток с фруктами и овощами на прилавках. Основные замечания главы касались неряшливого внешнего вида и отсутствия какого-либо оформления торговых точек. За несколько дней, прошедших с четвергового объезда, изменения коснулись большинства попавших в объектив нашей видеокамеры торговых павильонов. На ящиках с продукцией появились ценники, на продавцах фартуки и бейджи. Контрольные весы, яркие баннеры и, главное, чистота. У таких рынков и остановиться не побрезгуешь, и фруктов на свой стол приобрести, и с продавцами словом другим перемолвиться. Тут с полей все свежее, сами люди производят, а в магазинах тут покупают и перепродают в три раза дороже. Отрадно, что анапчане прислушались к критике и не остались в стороне, взялись за исправление недоработок. Навели порядок на рынке, украсили, поставили контрольные весы. Будем дальше наводить порядок, чисто работать. Чтобы навести небольшой, но заметный со стороны порядок, как выяснилось, не понадобилось ни много времени, ни сверхусилий. Первый шаг в работе с придорожным сервисом сделан. Очистить пляжи Анапы от несанкционированной торговли и услуг, которые явно противоречат закону. Такие задачи стоят перед рейдовыми группами, в составе которых сотрудники администрации города-курорта, полиции, ветинспекции. Сегодня наша съемочная группа поучаствовала в контрольных мероприятиях на Пионерском проспекте. На пляже рейдовая группа сразу же обратила внимание на детский аттракцион. Территория рядом, да и сам батут в непригодном антисанитарном состоянии. Условия, прописанные в договоре, предпринимателями не выполняются. В этот раз на нерадивых коммерсантов составили протокол. Если нарушения не будут устранены, надувной бизнес придется свернуть. Рядом с батутом расположились две торговые точки сладкой кукурузы. И, как выяснилось, незаконные. На месте комиссия не смогла познакомиться ни с владельцами, ни с продавцами вареных початков. Оборудование оказалось бесхозным. Тем не менее, следы жизнедеятельности сохранились. Члены рейдовой группы обнаружили здесь незаконное использование электроэнергии. Нарушители самовольно подключились к счетчику, протянув кабель по песку. Совсем забыв о мерах безопасности, а напчан на гостей курорта. Никаких документов на эти объекты нет у них. Поэтому бросили и сбежали. В надежде на то, что мы уйдем отсюда, а они в это мгновение будут работать. Поэтому мы вынуждены были сейчас отключить электроэнергию от них, для того, чтобы они не запитывались и незаконно не занимались несанкционированной торговлей. Незаконное подключение к электроэнергии устранили, а объекты с кукурузы конфисковали. К таким проверкам городских властей отдыхающие на пляже относятся с пониманием и одобрением. Надо узаконено, чтобы это было, чтобы хотя бы какой-то контроль. Ну, наверное, можно и в таких рамках осуществить контроль в частных предприятиях, предпринимателях. Какой-то все равно контроль должен быть санитарный в первую очередь. Рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированной торговли и предоставлению незаконных услуг на пляжах Анапы продолжатся. Специалисты отдела по транспорту и связи, представители молодежного совета при главе курорта в рамках проекта «Народный контроль» провели мониторинг пассажирского транспорта. Проверили маршрутные такси и автобусы, выслушали просьбы и жалобы пассажиров. Инструктаж прошел в штабе партии «Единая Россия». Группа народных контролеров разделились. Одни работали на пригородных маршрутах, другие на городских. В Анапе в центре внимания сегодня оказались 17-е и 24-е маршруты. Проверяет народный контроль наличие информационных табличек в салоне, санитарное состояние автобусов, внешний вид водителя. Работаем в две группы. Одна группа работает на улице Северная, вторая группа работает в 12 микрорайон. Выявлены ряд нарушений у водителей автобусов, нет отсутствия информационки, также некоторые автобусы не в хорошем состоянии санитарном, порванные сидения, также грязь, пыль. На водителей, не соблюдающих правила и требования к пассажирским перевозкам, составляют протокол об административном правонарушении. Суммы штрафов варьируются от полутора до трех тысяч рублей. В качестве обратной связи – опрос пассажиров. Народные контролеры интересуются у жителей и гостей курорта о качестве перевозок маршрутных такси, записывают предложения и пожелания людей. Можно как-то промежуток между, вот именно летом, летом сделать промежуток меньше, чтобы людей как-то битком набит. И вообще такая духота. И отсюда, да, они свободны. А вот на второй, на третьей остановке прямо целая толпа стоит и загружается. Увеличение количества маршрутных такси и автобусов – самая распространенная просьба. Еще из озвученных сегодня пассажиры жалуются на загруженность 114 маршрута Анапа Витязева. Просит продлить работу маршрута 129, 130 до 23 часов. Из положительного жители и гости города отметили хорошее санитарное состояние большинства автобусов и маршруток. Отныне народный контроль регулярно будет проверять пассажирский транспорт. Вся полученная, в том числе и в ходе опроса информация, будет стекаться в отдел по транспорту и связи администрации города-курорта. Проанализированные предложения жителей и гостей курорта станут основой в дальнейшей работе отрасли. В Анапе появился свой Арбат. Об этом с гордостью говорят жители 12 микрорайона. Центральная улица Стахановская преображается на глазах довольных жителей. Наша съемочная группа посмотрела, что же там делается. Об этом в сюжете. Реконструкция улицы Стахановской начата по инициативе мэра Сергея Сергеева. Он держит на контроле этот вопрос и делает замечания по ходу работ строителям постоянно, добиваясь того, чтобы улица не только образцово выглядела, но и была удобна для отдыха и движения. Я живу здесь с самого начала 70-го года. Деревья были еще маленькие. Дорога была тоже не асфальтирована, ничего. Сейчас сделали все хорошо. Хотя работы по благоустройству еще ведутся, жители 12 микрорайона выходят на прогулку не только в свои зеленые уютные дворики, но и на обновляемую улицу Стахановскую. Ольга Сычева приехала с детьми с Камчатки в гости в Анапу к своим родным. В квартире сидеть не хочется. Теперь есть где погулять и присесть подышать чистым воздухом. Очень нравится. Спасибо большое всем, кто сделал данное. Не только, наверное, для себя, но и для нас, отдыхающих, когда мы можем так провести время. Не сидеть просто дома, а выйти, посидеть на лавочке и пообщаться со всеми. Спасибо вам огромное. Пешеходам стало просторней. Дорожные строители расширяют тротуар почти вдвое. Обновляют плитку и бордюры. Устанавливают лавочки и урны. После окончания работ засеют газоны травой. Большая прошла реконструкция. Новый тротуар положили. Сейчас бордюры будут закладывать. Завезли землю. Постепенно начали делать обрезку деревьев. Можно сказать, это у нас как в Анапе появился Анапский Арбат, как в Москве. А благоустройство улицы проводят несколько подрядных организаций и средств муниципального бюджета. 1 августа – день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. В память об этом событии и в рамках реализации федерального проекта «Великая забытая война» в Анапе возле памятника «Русские ворота» прошла молодежная патриотическая акция «Голубь мира». В этом году исполнилось 100 лет со дня начала кровопролитного широкомасштабного конфликта прошлого века. В Первой мировой войне участвовали 87% всех жителей Земли, 38 государств. Поистине неисчислимые бедствия принесла война всему миру – 10 миллионов убитых солдат и мирных жителей. На памятной акции «Голубь мира» организованной Центром патриотического воспитания молодежи «Ратмир» собрались студенты, представители молодежных организаций, почетные гости, чтобы вспомнить и почтить память павших героев. Спасибо вам, что вы несете память о Первой мировой войне. Сейчас уже начали поднимать эту историю. Я знаю, что вы уже подготовлены определенные фильмы с архивными данными, с фотографиями казаков, которые участвовали в Первой мировой войне. Память всех погибших в годы Первой мировой войны почтили минута молчания. Участники акции выпустили в небо белых голубей, которые символизируют мир и миролюбие. Была тоже очень страшная война, что мы в очередной раз, тогда впервые доказали, что Россия – великая держава уже на тот момент. И, так сказать, основными защитниками всего мира, как всегда, выступили в принципе русские, как и сейчас это происходит и всегда будет. Молодежь России, она должна помнить о тех старших временах, о подвиге и герои тех славных воинов, наших соотечественников, наших прадедов, чтобы никогда ничего подобного не случилось на нашей земле. Молодежь Анапы помнит подвиг российских воинов. В память о героях Первой мировой войны воспитанники военно-патриотического исторического клуба «Черномор» возложили цветы к столе «Город воинской славы». В Анапе проходит православно-патриотическая выставка репродукций и постеров картин, созданных выдающимися русскими художниками прошлого и нашими современниками. Она посвящена 700-летию со дня рождения святого преподобного Сергия Радонежского. Всех желающих посетить выставку ждут 5 и 6 августа в детско-юношеской библиотеке филиале номер 1 на улице Крымская, 83. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Во вторник, 5 августа, в Анапе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем 29-31 градус, ночью до 26 градусов тепла. Ветер переменный северо-восточное направление во второй половине дня сменит северное. Скорость ветра 7 метров в секунду. Атмосферное давление низкое 749 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды 27 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны 48300 и 48333. Телефоны 48300 и 4833.